До универсиада осталось меньше 500 дней. За это время нужно успеть не только закончить строительство спортивных объектов и благоустройство лыжных трасс, но и детально проработать, скажем так, внутреннюю сторону универсиады. К этому в городе уже начали готовиться. Мы узнали несколько деталей, которые пока за кулисами. Давайте их немного приоткроем и посмотрим, чем организаторы будут удивлять своих гостей. У нас богатая история, нам есть что рассказать. Это и творчество Василия Ивановича Сурикова. Мы впервые привезем картины Сурикова в Красноярск и будет специальная экспозиция посвящена. Мы вообще тему взятия снежного городка делаем такой сквозной темой через все культурные мероприятия. Подключились к организации досуга для гостей туристические операторы. Они предлагают зрителям соревнований познакомиться с настоящей сибирской зимой и даже откроют для этого новый маршрут. Мы также разрабатываем межрегиональный маршрут, который предполагает Красноярский край Таваха-Кассия. Я думаю, что особенно у иностранных туристов он будет пользоваться популярностью. У нас на данный период времени будут подготовлены краткие экскурсионные маршруты. У нас Красноярск очень богат и на объекты культурного показа, и в изобилии театры, музеи, опять же природные заповедники, всеми любимые наши столбы, которые привлекают всех. А на острове Татышев, на западной его части, развернется огромный снежный городок, прямо как на известной картине Василия Сурикова. Но только здесь, в этом случае, снежный городок выйдет за пределы багетных рамок. Здесь, помимо снежных глыб, будет еще и большой каток, и также несколько мини-копий агломераций, где живут северные народы. Юрты, избушки, везде можно будет попробовать традиционную еду. Ну, конечно же, самое известное – это наши блины. В течение всей универсиады, разумеется, не только блинами угощать будут. За еду для спортсменов и делегатов отвечает Краевой комбинат питания. Там даже составили сразу четыре вида меню. Это традиционные русские блюда, европейская кухня, азиатская и халяльная. Чередовать блюда будут каждый день, чтобы они никому не успели надоесть, но разнообразие обещают богатые, особенно для спортсменов, ведь они должны съедать в день сразу 5000 калорий. Это и супы, и диетическое белое мясо, рыба, фрукты и овощи. Точки общепита, которые у нас есть в городе Красноярске, они не ограничены, поэтому также дирекция будет проводить некий отбор или конкурс. Пожалуйста, заявляйтесь, Иванов Петров Сидоров, заявляйтесь о себе. Наверняка будет какая-то проверка, наверняка будет какое-то там разработано требование, соблюдение тех требований. И прошедший вот этот мини-конкурс, скажем так, получат, наверное, право включения вот в этот путеводитель. А для гостей соревнований простора даже больше. По сути, любой ресторан, любое кафе Красноярска. Но и их будут выбирать. Для этого составят специальный буклет, куда попадут лучшие заведения города, но обязательно с традиционной сибирской кухней и специалитетами. Делать блюда новое и хорошо готовить, естественно, радужно встречать. Плюс, конечно, мы готовим меню на нескольких языках, что тоже немаловажно. Естественно, это зима, естественно, должно быть мясо, малянина там или северная рыба. То есть у нас большое разнообразие, какая-то дичь. Отклонений не будет, только русская и сибирская кухня. Ну а чтобы к заведениям добраться и не потеряться в незнакомом городе, гости смогут обратиться к волонтерам, которые говорят на нескольких иностранных языках. Еще один важный критерий внутренней жизни универсиады после досуга и питания – это, конечно же, жилье. Гостям обещают в буклеты также включить информацию о гостиницах, где можно остановиться. Ну а сами спортсмены и делегаты поселятся в спортивной деревне. Ну, деревни – это, конечно же, образное название. На деле они жить будут в общежитиях СФУ на Свободном. Их уже возвели. Осталось достроить медицинский центр, доработать меню, составить буклет с включением гостиниц и ресторанов, ну и, конечно же, экскурсионные маршруты. На все про все меньше 500 дней. Элизавета Курочкина, Виталий Субботин, Николай Чистяков. Воскресные новости.